На днях в Бердянском университете менеджмента и бизнеса на факультете информационных систем и технологий прошел первый этап всеукраинской студенческой олимпиады по компьютерным наукам. Проведение первой тура олимпиады именно на вашем факультете как раз и знаменует потребности, я кажусь, украинскую севернение. Именно информационные системы и технологии способные не показали, что это тот конек, на который нужно сесть и с него, извините меня, не слазить, потому что он только выведет светлое будущее. То есть даст возможность нам эффективно, рационально, целесообразно работать. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз повторить. Спасибо вашему факультету, а в первую очередь спасибо вам, что вы выбрали именно эту специальность. Потому что она, во-первых, даст возможность вам иметь всегда работу, к этой работе хорошей приработок и хорошую, естественно, зарплату, а значит хорошую жизнь. А самое главное удовлетворение в том, что вы всю жизнь мечтали, иметь любимую работу. В работе профессионального жюри данного этапа олимпиады приняли участие ведущие преподаватели кафедр университета, математики и математических методов, программного обеспечения систем, информационных систем и технологий. Я попрошу взять в ваши руки клавиатуры, мышки и с творческим началом приступить к выполнению ваших олимпиадных задач. Время на выполнение, регламент у вас час двадцать. Прошу вас работать. Олимпиады по информатике – это квинсистенция обучения школьников и студентов программирования. Именно олимпиады по этому предмету несут в себе современные достижения алгоритмической мысли всего мира. Они учат думать своей головой, чего так не хватает современному образованию в целом. Для успешного решения заданий студентам необходимо обладать знаниями по теории вероятности, основ программирования, теории баз данных, компьютерных сетей и системного программирования. Все теоретические знания заранее кажутся бесполезными. И есть только один фактор, переводящий их из разряда ненужных в разряд желаемых. Это практическое применение. Именно практика позволяет отточить свои знания до желаемого результата. Контрольные же, самостоятельные и тому подобные работы позволяют их закрепить, выявить неизбежные ошибки и дать возможность их исправить. А вот проверить свои знания на более совершенном уровне помогут уже олимпиады. Всегда, когда приходит студент на олимпиады, да я сам таким был, всегда думаешь, нафига это надо, кому это надо? Вот сейчас напрягаться и прочее. А когда подумаешь, оказывается надо. Вы идете на работу и заполняете лист, так называть резюме, или отсылаете его. И там всегда есть строка участия в общественных, научных и прочих штуках. И вы ставите там лауреат олимпиады или участник олимпиады, и на вас уже смотрят другими глазами. Раз вы на олимпиаде, значит вы что-то стоите. Иначе не послали. Ну бывает всех посылает, но в общем это стараются выбрать. Участвуя в олимпиадах и конкурсах по ИТ-направлению, студенты приобретают навыки по созданию программных продуктов, организации компьютерных систем и сетей, технологии распределенных и параллельных вычислений, веб-технологии и дизайна, управление ИТ-проектами, методов и систем искусственного интеллекта. Когда олимпиада, там же съезжаются ребята из разных городов, из разных специальностей. И всегда интересно познакомиться, потом поговорить, чему учат, как учат. И для самых праздников понять, чего же он все-таки не научил. И может надо подработать, чтобы все-таки вес свой научный иметь побольше. После этих, так сказать, встреч завязываются переписки, прочее, прочее складывает целую судьбу. Олимпиада – сама по себе явление незаурядное, не вписывающееся в общую тематику обучения. Это в первую очередь новый тип задач и гораздо более оригинальные способы их решения. Она дает реальную оценку полученных знаний и развитых способностей. Она как некий индикатор выявляет пробелы и упущения, обращая на них наше внимание и позволяя их впоследствии исправить. Потом на этих олимпиадах всегда обычно приглашают очень крутых специалистов. Бывают всякие там, выступают очень интересные специалисты. Я помню, у нас была олимпиада, когда я еще не здесь работал, не олимпиада, а встреча. Нам же приглашали, это самое, вот умершего, сейчас руководитель Apple Jobs, да, как его там, Стив Джобс. Вот он приезжал и был здесь. И тогда мы поняли, что все-таки стоит заниматься вышелительной техникой. То есть это такая вещь, что нужно делать. Кафедры информационных систем и технологий и программного обеспечения систем Бердянского университета менеджмента и бизнеса сотрудничают с ведущими техническими вузами Украины и IT-компаниями. Это открывает перед студентами факультета новые перспективы обмена передовым опытом в области информационных технологий. А руководство вуза делает все возможное для обеспечения студентов инновационными научно-практическими лабораториями и современным программным обеспечением. Задания были очень интересные. Было, конечно, мало времени для решения этих задач, потому что нужно было вспомнить очень нового, много, старого. И то, что учили, и, конечно же, не учили. Мы все постарались, надеялись занять хорошие места. Мне, как видите, попало второе место. Теперь будем ехать в Харьков на второй тур. Надеемся, занять там очень хорошее место. Вместе с Александром Гулой, занявшим второе место на Олимпиаде в Бердянске, во втором этапе Олимпиады, которая будет проходить в Харькове, честь университета будут защищать еще два победителя – Надежда Баталова и Евгений Баран.